Музыка Лично меня завораживают животные, которые умеют выполнять определенные действия по команде, но больше всех восхищают лошади. Все мы с вами хотя бы раз видели трансляции с соревнований по выездке. Маскулистые, сбалансированные, красивые лошади действуют и работают в гармонии со своим всадником. Сегодня я приехала на конеферму Карцево для того, чтобы узнать, как правильно подготовить лошадь к этому соревнованию. Наша съемочная группа ранее приезжала на эту частную конеферму. Гостеприимство и профессионализм работающих здесь людей не оставляет равнодушными. Уже прошло более года с момента нашего первого знакомства. Сейчас в Карцево консультирует спортсменов заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр 80-го года в Москве Виктор Петрович Угрюмов. Вот уже более 50 лет он подготавливает всадников к состязаниям по выездке. Мы решили воспользоваться случаем и лично пообщаться с неоднократным победителем и призером чемпионатов СССР по выездке. Сегодня сразу же я хотела бы обозначить тему нашей программы. Это выездка лошадей, подготовка к этому виду спорта животных. Вот расскажите мне об истории выездки в нашей стране. Ну, во-первых, что такое выездка? Да. Когда меня спрашивают, я чтобы отвязаться, говорю, это когда лошади танцуют. На самом деле, что такое выездка? Дело в том, что лошадь нас не звала себе на спину. Да, это точно. И для того, чтобы на ней ездить, нужно было применить много усилия, но самое главное, хитрости, ума. Дело в том, что когда вы смотрите лошадь в природе и видите ее, как она несется, как она останавливается, такое ощущение, что сел бы и поехал. Ну да. Самое главное, это ощущение вас не обманывает. Если бы можно было сохранить равновесие, то, которое лошадь имеет от природы, можно было сесть и поехать. Но стоит только на лошадь одеть уздечку, как нарушается равновесие. Седло, тем более, и всадник, когда садится на лошадь, ну, естественно, равновесие нарушается настолько, что те движения, которые лошадь показывала на свободе, она уже показать не может. Потому что наша задача в выиске сделать так, чтобы лошадь под садником шла так, как она ходит на свободе. То есть раскрылась. Так как в идеале это нереально, то всадник должен себя тренировать для того, чтобы как можно меньше мешать лошади, сидя на ней. То есть тут, получается, тренировка дрессируем и всадником. Конечно. Но самое главное в конном спорте, он уникальный конный спорт тем, что у нас нет разделения на мужчин и женщин. И в нашем виде спорта можно показать результат от 18 лет и до, пока ты можешь, пока ты чувствуешь себя человеком. Да вы что, этот факт я не знаю. Да. Даже коллеги в нашем виде спорта показывают выдающиеся результаты. Повызг. Вплоть до выигрыша Олимпийских игр. Да, но ведь выигрыш еще и является частью программы Олимпийских игр, правильно? Да, конный спорт является основой Олимпийских игр. Это три вида конного спорта, на котором держится Олимпийское движение. Это фехтование, конный спорт и парусный спорт. Вот так. Расскажите, как выездка пришла вообще людям? Ну, выездка пришла к тому, что вначале лошадь просто ели, потом на ней стали ездить, потом захотели ездить быстрее. И когда лошадь стала действительно частью воина, его оружием, то лошадь стали готовить так, чтобы она могла помочь всаднику в бою. Дело в том, что когда были, так сказать, массовые бои, это одно дело, а когда были индивидуальные, это другое дело. И там, естественно, при массовой войне нужна была лошадь, которая только донесет всадника до пушки, которая его застрелит, то уже индивидуально всадник готовил себе такую лошадь, так готовили лошадей, что... Чтобы они были единым целым. Да, единым целым. И самое главное, что являлась, лошадь являлась его оружием. Вот, например, был один из выдающихся полководцев у Фридриха, и он однажды его поймал на такую вещь. Они ехали по мосту впереди, идут несколько всадников сзади, он разговаривает с этим военачальником. Говорит, ну вот в данной ситуации, что вы будете делать? Я требую вам сдаться. Он говорит, нет, Сир, поворачивает лошадь и прыгает через барьер в воду, через перила в воду. Вылез и говорит, вот видите, не смогли со мной ничего сделать. Это говорит о том, что значение выиски было очень высокое. В конце концов, вообще значение лошади и подготовка лошади в кавалерии имела большое значение, поэтому в кавалерии существовало много разных соревнований. Ну да, да, действительно такое было. Путицы раскакались в степельчезе, прыгали в высотные препятствия. Выистка – широкое понятие, в основе которого лежит наука о формировании и воспитании лошади. Здесь сосредоточено гармоничное развитие организма и естественных способностей лошади, неразрывно связанных с подготовкой ее к той или иной работе. История выистки начинается более двух тысяч лет назад. Впервые ее начали практиковать в военных целях древней греки. Во времена Наполеона характер воин изменился. Стали использовать массированные кавалерийские атаки, которые делали ненужными, неестественные для лошади элементы верховой езды. В 18 веке в Германии сформировалась новая школа, основной идеей которой стало развитие природных движений лошади. Отсюда и берет свое начало классическая спортивная выездка. Когда появился конный спорт в Олимпийских играх, то разделение его стало на выездку, троеболе и преодоление препятствий. И вот наша выездка впервые выступала в 12-м году на Олимпийских играх, когда конный спорт был введен. И приехали они туда не с пустыми руками. Они заняли... Якимов выступал такой капитан, выступал на сером чистокровном жеребце и занял 9-е место среди 28 всадников. Но для начала неплохо. Не только неплохо, это очень здорово, потому что перед этим, за два года до Олимпиады, наши всадники в конкуре в Англии выиграли 3 раза кубок короля Георга. Поэтому конный спорт в России, он имеет очень богатые традиции. И вот когда началась революция, потом гражданская война, понимаете, специалисты остались. Одни пошли к белым, другие пошли к красным. И у красных остались специалисты, которые сохранили традиции. И когда мы в 52-м году приехали на Олимпийские игры и показали свою школу, а так как мы были обособлены и не знали, веяния разные, показали свою школу, мы заняли последнее место. Но на тренировке собирались толпы зрителей. Почему так? Потому что русская школа отличалась от европейской своими особыми упражнениями, которые не входят в программу Олимпийских игр. Но они настолько были уникальны, эти упражнения, что собрали толпы зрителей. Нашим сказали, что вы знаете, вы отстаете на 40 лет. Уже на следующей Олимпиаде в 56-м году наши заняли четвертое место. Но бесстыдство судей было настолько велико, что принц Бернард, председатель ФИИ, взял и сделал такую вещь. Он пригласил всех на чашку чая. Все собрались, представители, судьи и так далее. И принесли экран, на экране были всадники показаны, только без лошади показаны, ноги лошадей. Они делали упражнения и стояли оценки. А так как не видно было, кто ехал, то сразу видно было тенденции. Лошадь прекрасно делает упражнения, ей стоят оценки 6-5. Лошадь плохо делает упражнения, ей стоят оценки 8-7. Значит, все это посмотрели, а потом взяли и подняли экран и увидели всадников. И, оказывается, низкие оценки ставили русским всадникам, которые выполняли отличные упражнения. Значит, в следующей Олимпиаде в Риме принц Бернард сказал, что после соревнований приглашаю на чашку чая всех. И Филатов выиграл эти соревнования. Наша страна так 40 лет отставания. Отставали, она за 4 года его решила. Неплохо, год за 10, слушайте. Конечно, год за 10. И до 91-го года наша выездка блистала на всех международных аренах. Ну, давайте теперь поговорим непосредственно о подготовке лошади к выездке. Историю мы с вами охватили. Подготовка лошади к выездке. Понимаете, когда меня тоже спрашивают, что главное в выезде, я спрашиваю, что главное в автомобиле. Все? Нет. А что? Мотор и тормоз. Оригинально, наверное, да. Также у лошади главное мотор и тормоз. Сев на лошадь, мы ее начинаем заставлять двигаться вперед. Добиваемся мотора. Потом заставляем двигаться, останавливаться. Дело в том, что одно из чудес, которое происходит с лошадью, человек добился, это то, что сидя на лошади, он заставляет его усилием повода остановиться. У него же нет точки опор. Ну, почему он останавливается? Почему? В этом секрет выиски. То есть это дрессировка? Нет, это не дрессировка. А что же тогда? Как это? Это развитие условных рефлексов. А, даже так. А что такое условный рефлекс? Вы знаете? Ну, естественно. Ответ на это все так далеко. И так это самое. Только Павлов мог с собаками это делать. А потом, когда люди разобрались, что это такое, оказалось, что условный рефлекс это комплекс приспособительных реакций организма. На внешние факторы. Насколько она физически развита, настолько у нее высокие условные рефлексы. И вот мы, работая лошадь, мы добиваемся от нее развития вот этих условных рефлексов. Потому что научить лошадь делать какое-то упражнение очень сложно. Это дело минуты. Вы смотрели. Я повод набираю, и она пошла ногами. А то, чтобы она ходила все время так ногами, это нужно время работать. Да, и мы здесь вот этим делом и занимаемся. Выездка молодой лошади проводится в строгом индивидуальном порядке в соответствии с ее экстерьерными качествами и физическим развитием. Работать с животным начинают в возрасте трех лет. Лошадей по каким-либо причинам отстающих выездки нельзя подгонять под общий уровень и нагружать новыми упражнениями, пока они не усвоят предыдущих. В целом, начало этого сложного этапа можно сравнить с первыми детскими шагами. Когда ребенок начинает ходить, он сначала спотыкается и падает. И так же и у лошади. Вначале потеря равновесия. А потом, за счет того, что он совершенствуется, становится сильнее, он перестает от того, что он падает, идти вперед. Он идет вперед, потому что ему дали команду, и он выполнил эту команду. Выездить лошадь – значит правильно уравновесить ее под всадником, укрепить и развить ее мускулатуру, дыхательные органы, сердце, нервную систему, сделать лошадь гибкой, ловкой, приучить, понимать и немедленно выполнять все требования спортсмена. Все упражнения должны быть последовательными. Лучшее поощрение для животного – это завершение работы после правильного выполнения задания. Как это для выиска лошадей? По каким-то принципам отбирают? Или, в принципе, любая лошадь? Вы знаете, я… Мне тут недавно в журнале задавали вопрос, как вы отбираете лошадь. Я говорю, вы знаете, я считаю, что мужчина ищет женщину без недостатков, а лошадь без пороков ходит холостой пешком. Понятно, какая истина. Дело в том, что искусство выиски, оно не имеет значения, на ком ты занимаешься этим делом. То есть любое животное можно… Конечно, любое животное можно выработать. Поэтому у меня принцип такой, надо взять посмотреть. Дело в том, что моя первая лошадь была вообще слепая. И она выполняла элементы. И она стала призером первенства Советского Союза в то время, когда советская команда была чемпионом мира и чемпионом Олимпийских игр. Поэтому я к этому делу отношусь, потому что лошадь родилась, и ее надо развивать. Если она уж совсем урод, то, естественно, ничего с ней не сделаешь, если она физически больная. И кто на физически больных лошадях? Можно показывать выдающиеся результаты. Так с чего же все-таки начинается? Вот как вы начинаете свою тренировку? Куда попалась к вам в руки лошадь? Несколько мне попалась. Я ее, во-первых… Ну, есть много приспособлений, которыми мы, лошадь, работаем. Одно из приспособлений вы видели вожжи. Много приспособлений. И вот я это приспособление взял, и первое, я смотрю, какой у лошади такт. Как в музыке. Да, какой у нее такт. Как она идет. Какой ответ на какие-то действия, как долго протекает реакция. Я ознакомлюсь с лошадью. Потом смотрю, что можно сделать. Какое-то упражнение можно придумать, которое заставит ее не бежать, а поднять ноги. И это 50-60 лет от опыта. Лошадь имеет три аллюра. Шап, рысь, голоб. Каждый аллюр имеет разновидность. Рысь сокращенной, средней, прибавленной. Кроме этого, еще есть упражнения так называемой высшей школы. Пассаж, пиафе, менка ног и так далее. И вот мы на площадке 40 на 20 должны по этим буквам продемонстрировать рысь сокращенную. Да, вот, да, буквы. Да, рысь сокращенную, рысь среднюю, рысь прибавленную, пассаж, пиафе и так далее. Смотрим на то, насколько время протекания реакции. И в процессе тренировки смотришь, уменьшается оно или увеличится, или остается на старом месте. То есть как лошадь отзывается на команду, правильно получается? Да, насколько быстро она начинает. Поэтому существует много упражнений, которые заставляют лошадь... Ну, даже эти упражнения очень похожи на те, которые у нас в общей физической подготовке у людей. Скрестный шаг, там, полуприседки, бег, ходьба в приседе, гусиный шаг и так далее. Все это мы применяем лошадь, чтобы развить ее. И добиваемся, самое главное, добиваемся мотор и тормоз. Две основные. А на каком этапе приступают уже к изучению элементов в самой выездке? Ну, это сложно сказать, на каком этапе. Дело в том, что элементы, они совершенствуют лошадь. У нас, у меня, например, элемент у меня не цель, а средство для того, чтобы лошадь научить развить. Вот это упражнение, вот она учит, видите, внутрь, боком пойдет. Не потому, что вот оно должно такое упражнение быть. Просто этим упражнением мы развиваем лошадь. А эти упражнения входят в программу. А, то есть вот так. Да, и когда мы лошадь развили, да, в программе видно, насколько она собрана, вернее, не собрана, а сконцентрирована, насколько она в равновесии, насколько она может себя в воздухе держать, когда она с крестным шагом идет, как плывет. А как еще добиваются, чтобы шея была расслаблена, да? То есть вот это же все должно быть не напряжено сильно. Не напряжено только в том случае, если лошади не тяжело держать всадника на себе. И всадник как можно меньше мешает лошаде. Вот, что я хотела спросить. Как же всаднику меньше? Всадник тоже сажает его на лошадь и гоняет. Вы знаете, у меня был случай такой. Я однажды поругался со своими спортсменами. Ну и сказал им, что ребята... А они мне сказали, что они меня будут бойкотировать. Я говорю, да пожалуйста. Они говорят, почему? Почему ты так спокойно? Я говорю, да потому что вы дерьмо. Откровенно, ну ладно. Они говорят, ну как же, мастера спорта. Я говорю, какие мастера спорта? Я сейчас с улицы возьму девочку. И через полгода будет такое же дерьмо, как и вы. Они говорят, возьми. Я выхожу на улицу, девочка. Я говорю, девочка, ты не хочешь у меня тренироваться? Она говорит, конечно. А она ходила там в конный завод, в эту самую, в секцию. Только, говорит, если вы меня возьмете, они же меня назад не возьмут, вы же меня не выгоните. Я говорю, нет. Сажаю девочку на лошадь. И понял, как я попал. Она схватилась за шею, глаза вылупила, лошадь несется. Я не знаю, как ее остановить. Думаю, о, попал. А выгнать я ее не могу, я же ей слово ребенку дал. Что я не выгоню. Ну, я взял лошадь, у меня там была такая полуучебная, полуспортивная. Посадил ее на эту лошадь, на корде ее гоняю, день гоняю, два гоняю, три, она не уходит. А гоняю как следует, стременно оторвал, отпустил, она ездит. Потом я взял книгу, читаю книгу, ей команду даю галопа, нагалопом я, рысь, рысью. Она не уходит, не уходит. Через два месяца я оторвался от этой самой книги, вижу, у меня всадник. Через восемь месяцев она проигрывала только мне. И попала в сборную команду Советского Союза среди юношей. Вот такая фантастика. Да, вот такая фантастика. Так а как вы этих результатов добились? Вот именно постоянным повторением? Конечно. Она ездила, я ждал, она терпела, я ждал. Потому что все почему-то думают, что придет тренер и скажет какое-то заветное слово. А заветных слов нет, надо трясти. Выездка – это вид спорта, и здесь прежде всего необходимо усердие. Любой человек сможет достичь определенных высот в этом деле. Главное помнить, что терпение и труд все перетрут. Задача выездки – подведение лошади к наивысшему раскрытию возможностей и беспрекословному послушанию, достижению совершенной гармонии между ней и всадником. Да, 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 да Да, да, да. Шагом. Молодец. Хорошо. Сначала всадник цепляется за лошадь, затем, устав от напряжения, человек расслабляется, и таким способом вырабатывается правильная посадка. Посадка правильная выработана веками и преследует одну цель – как можно меньше мешать лошади. И когда он устал, он перестает горбиться. Он садится, он садится на позвоночник, он садится на это самое. Он выпрямляет, он инстинктивно понимает, что если он не будет сидеть, то у него будет болеть живот. Если он не будет, не расслабит ноги, значит, у него будут болеть ноги. И так далее, и так далее. И автоматически. Потом, понимаете, я почему-то считаю, что лошадь в том состоянии, в каком она есть, – это дело рук человека. А человек в том состоянии, в каком она есть, – это дело рук лошади. Вот так вот. Да. И у всех у нас заложена информация, как обращаться с лошадью. Наверное, как и с любым другим животным. У одних далеко, а у других близко. Поэтому одних называют трудолюбивыми, трудоголькими, других талантливыми. Понимаете? Но, в общем-то, все люди способны в конном спорте. Нет людей, у которых нет данных для занятий конным спортом. А скажите мне, пожалуйста, ведь не все же лошади могут заниматься спортом? Все правильно. Лошадь в лошаде. У человека там каждый человек человек. А у лошадей есть... Лошадей развивали для определенных целей. В основном это было сделано... Больших развивали для того, чтобы он выносил рыцаря. Маленьких для того, чтобы он быстро скакал. Еще меньше для того, чтобы на них быстро можно было садиться. Потом развивались, выращивались лошади, которые должны были пушки таскать. Ну да, это уже тяжеловозы. Нет, не тяжеловозы, они должны пушки и быстро. Это что же за парад такой? Такая ганноверская порода, гальчтинская порода. Они оттаскали пушки быстро. Такие, как тракен, это были легкая кавалерия. Понимаете? Для того, чтобы скакать, вырастили такую породу, которая называется английская верховая. Верховая, да. Чистокромная. Арабские. Арабские это... А они больше беговые, наверное. Да нет, они никакие. Почему? Ну они же такие красивые. Да, они все красивые, но они для спорта, они никакие. Но они основатели всех основных пород. Ну да, родоначальники. Они, да, родоначальники. Как эта самая, знаете, дикая картошка, ее же есть не будешь. Ну да. А без нее можно потерять картошку. Угу, понятно. Так же и здесь. То есть арабские, они у нас просто... Ну, арабские, арабские, да. Так же, как и халтикинские, это просто кровь. Генофон. Ну, на халтикинских тоже... Конечно, ну куда на них ехать? Ну, выездка. Ну, они же красивые тоже. Да, красивые, но у нас некрасивые, у нас должен работящие быть. То есть тут уже нужно более тяжелее, да? Да, да. Нет, не то, что тяжелее, но был олимпийский чемпион, абсент. Угу. Ахалтикинец. Три олимпиады проехал. Был первый, третий и четвертый. И все, он один. Ну, сколько уже можно? Так вы не сказали, что действительно не всех лошадей можно использовать? Не, не все породы. Не все породы. Ну, а спортивные породы, они все... А самая лучшая порода, вот есть такая универсальная, что вот мы покупаем, вот, например, в Санкт-Петербурге, я иду покупаю эту лошадь, вот этой породы, и у меня прям, ну, 90%, что я буду на ней ездить. У меня вся моя карьера построена на украинской лошади. Украинская лошадь создана на основе русской верховой, орловской верховой, русской, и остальных пород. И вот это лошадь, которая сделана для спорта, так сказать, наша порода, буденовская порода. Ну, терские лошади, это укрупненный араб. А самая популярная вообще в мире порода для выиск? Есть такая? Очень много пород спортивных, а в них есть линии. Какие, да, председательные. Семьи, которая дает выисковых чемпионов, а некоторые семьи дают конкурных чемпионов, некоторые семьи дают троеборных чемпионов. То есть тут везде надо искать? Да. Универсального нет материала? Вот у него, например, сидит тротянинская лошадь, с чистокровной. В тротянинской его дед знаменитый пекел, олимпийский чемпион и чемпион мира. А со стороны матери у него сидит там знаменитый тариф. Ну, то есть он от чемпиона. Да, он весь на чемпиона. А будет он или нет? Мне дали нам его работать. Ну, даже никто не подозревал, что он может вот так вот побежать. А у меня побежал. Сколько времени уходит на то, чтобы лошадь вместе с всадником подготовить уже к каким-то минимальным выступлениям? Во-первых, она должна до восьми лет вырасти. То есть взрослую уже лошадь берет? Да, до восьми лет вырасти. Это считайте, если в три года ее начал работать, пять лет. И потом еще пять лет подготовки, чтобы довести ее до... И потом пять лет на ней выступать. То есть десять лет работы, чтобы выступать пять лет. Да, вы знаете, сколько стоит лошадь, которая занимает сороковое место на Олимпийских играх? Сколько? Значит, лошадь, сороковое место, занимающая на Олимпийских играх, стоит полтора миллиона долларов. Полтора миллиона долларов? Ну, слушайте, это еще не так много. Я думала, будет сумма больше. Двадцатая место, которая занимает, она стоит в пределах от двух и выше. Десятая лошадь уже не продается. Вот это да. Сколько вы мне тайно раскрыли. Да, вот сейчас нечаянно был продан чемпион мира. В смысле нечаянно? Разве это бывает? Ну, так вот сложилось, что нашлись покупатели, они заплатили за него 15 миллионов евро. Вот это круто. Но он точно был бы подсадником, своим подсадником, который его продал, он был бы олимпийским чемпионом точно. Это абсолютный фаворит. А сейчас что? А купили немцы, будет ли немецкий всадник? То есть, все-таки важен всадник? Ну, важно, конечно. Всадник имеет очень большое значение. То есть, если я вас правильно понимаю, что вообще в идеале, по правильной схеме выбирается лошадь? Ну, вот, выбралось. Нет. Под нее подбирается всадник? Человек занимается конным спортом и пробует одну лошадь, другую, третью. Пока не встретит свою вторую половину. Пока не встретит свою вторую половину. Вот так все интересно. Ну что ж, спасибо вам большое. Я надеюсь, что вот теперь я чуть-чуть расширила свой кругозор в плане спорта уже с лошадьми. Спасибо большое. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok